Наш сегодняшнее занятие будет о Linux C-сети. Я, честно говоря, планировал, что мы на это потратим больше времени, но надеюсь, что мы уложимся за это занятие. На следующем занятии мы поговорим о сервисах и управлении программным обеспечением, в частности, сборке его, если это необходимо. И дальше уже приступим к чему-то более интересному, всякие лампы и так далее. Значит, сегодня мы поговорим о сетевых настройках, какие они бывают, ну, соответственно, настройки интерфейсов, маршрутов и фильтров и DNS. DNS — это все, ну, как бы это базовые вещи, которые необходимы для того, чтобы у нас в Linux заработалась сеть. Дальше мы поговорим про саму сеть, про то, что у нее есть слои. Я очень люблю вспоминать цитату из Шрека, когда Шрек с ослом идут и разговаривают, типа, ты знаешь, что у всего есть слои, у лука есть слои, у огров есть слои, наверное, у ослов есть слои. Так вот, у сети есть слои. И когда эта информация укладывается в голове, где как информация, передаваемая по сети, ходит по этим слоям, работать с сетью, настраивать ее и понимать, что происходит вообще вокруг, становится сильно проще. Поэтому я постараюсь это по возможности доступно объяснить. Надеюсь, у меня получится. Расскажу про адреса, про протоколы и про так называемые оверхеды. Оверхеды — это та штука. Помните, я на первом занятии вам упоминал, что по 100-мегабитному каналу, по IP-протоколу, не получится передать вот все эти 12,5 мегабайт в секунду, которые вроде как выходят из битовой скорости. Здесь я объясню, почему. Ну и поговорим кратко о сетевых возможностях. То, о чем просто стоит знать. Это о том, что есть инструменты IP-таблс, какие типы интерфейсов бывают, в каких случаях они вам как могут пригодиться. И отдельным, если хватит времени и будет вообще смысл, попробую рассказать про тоннели. На самом деле это достаточно и редкая, и частая вещь, потому что там VPN — это тоже те же самые тоннели, но настраивать их ручками приходится достаточно редко. Итак, чтобы в Linux работала сеть, необходимо, чтобы у нас было четыре фактора. Ну, в общем, чтобы мы могли пользоваться интернетом на нашем сервере или на нашей рабочей станции, нам необходимо, чтобы сложились четыре фактора. Первое — это правильно настроены адреса на интерфейсах. Второе — это правильно настроена маршрутизация маршрута. На самом деле нас интересует из всех маршрутов, в нашем случае только один маршрут. Маршрут по умолчанию, куда отправляется весь неизвестный трафик. Чтобы у нас работала DNS, правильно был настроен DNS. DNS — это система, сервис, который позволяет преобразовывать человека понятные доменные имена в человека непонятные IP-адреса. И, соответственно, чтобы у нас была отключена или была корректно настроена фильтрация. А фильтрацию мы, на самом деле, будем затрагивать так, постольку-поскольку пока что. Потом, по ходу дела, когда мы будем разбираться уже с конкретными сервисами, мы о фильтрации будем говорить. Также по ходу дела… То есть я сейчас расскажу о каких-то базовых сетевых утилитах. Ну, не сейчас, а на этом занятии. Расскажу и, возможно, покажу все утилиты, о которых буду рассказывать, которые буду упоминать, которые необходимы для работы с сетью. Но потом на следующих занятиях вполне вероятно, что мы будем узнавать какие-то… Ну, я буду вспоминать какие-то новые утилиты и рассказывать о них вам. Но вот те, которые у меня прямо в голове, я о них сегодня расскажу. Итак, соответственно, мы разговариваем об Ubuntu и дистрибутивах, базирующихся на Debian. Там на стройке интерфейсов находятся файлики «Это ценит work-интерфейс». Сейчас после слайда я просто переключусь в консольку и покажу. Заодно мы с вами совместно исправим ту ошибку, которую обнаружили на прошлом занятии. Посмотреть конфигурацию интерфейсов можно с помощью команды ifconfig. Это стандартная команда. В последнее время, достаточно давно уже, также наряду с этой командой она, по-моему, является оберткой для команды IP. IP, как и ifconfig, позволяет управлять интерфейсами. С помощью ifconfig и IP можно опустить интерфейс, поднять интерфейс, задать адрес интерфейсу, добавить адресный интерфейс. С помощью утилит также ifup и ifdown можно отдельными интерфейсами управлять так же, как и через ifconfig.up и ifconfig.down. В общем, это я сейчас на практике попробую все показать. Итак, посмотреть настройки и ifconfig. Мы видим, что у нас здесь сконфигурировано два интерфейса. Один с внутренней сетью, второй с внешней сетью. И есть еще интерфейс loopback, который нужен для того, чтобы у нас была возможность работать с TCP и IP, даже когда у нас нет подключенных физических интерфейсов. На интерфейсе loopback всегда есть адрес 127.001, который разрешается в имя localhost, и, соответственно, имя localhost разрешается в этот адрес. С помощью… Я надеюсь, сейчас никто не зашел, не пользуется системой через внутренний адрес. Замечательно. Который 10.20.353. Мы можем посмотреть с помощью ifconfig конфигурацию отдельного интерфейса. Здесь мы видим тип интерфейса Ethernet, его MAC-адрес. Мы об этом… Мы этот… Короче, о MAC-адресах я отдельно сегодня скажу. Его IP-адрес и настройки, относящиеся к сети, из которой этот IP-адрес выделен. Адрес, широковещательный адрес. Также маска сети. Конфигурации IPv6. Про IPv6 мы сейчас говорить не будем. Потом, возможно, если как бы понадобится, возникнет необходимость, расскажу. Флаги конфигурации текущего интерфейса. Мы сейчас видим, что это поднятый интерфейс, что он находится в broadcast-домене. Он не point-to-point, то есть не точка-точка. Что в него, в принципе, имеет смысл какой-то широковещательный трафик отправлять. Что он работает и поддерживает мультикаст. Что максимальный размер фрейма, который он поддерживает, это 1500 байт. Метрика. Это как бы для маршрутизации нам на самом деле не важно. Статистическая информация, сколько пакетов принято, сколько пакетов отправлено. Соответственно, ошибок никаких там нет. И также статистическая информация о количестве принятых и отправленных байт. Мы видим, что принято было аж почти терабайт. За какое время? За три дня. Что же там такого было, я не представляю. Ту же самую информацию на самом деле мы можем получить через IP. IP-адр. Нам скажет информацию о… Ой, на IP-адр. Где-то 0. IP-адр. Шоу. Дев. ETH 0. Он показывает, что те же… Что интерфейс ETH 0, флаги его покажет, МТУ. Дополнительно покажет информацию, которая нам сейчас не нужна. Это дисциплина. В общем, тип очереди на интерфейсе и размер очереди на интерфейсе. Покажет линк-леер адреса и бродкаст адреса. Соответственно, покажет конфигурацию IPv4 и IPv6. Дальше мы можем погасить этот интерфейс ETH down ETH 0. И в конфиг нам сейчас покажет, что у нас все, ETH 0 нет. Можем его снова поднять. И в конфиг. Покажет показывает, что у нас ETH 0 снова появился. IPv6. Link set def ETH 0 down. Конфиг. Снова как бы положили интерфейс. И подняли интерфейс. Значит, где лежит… А, ну как бы по поводу IP-адра я сказал. То есть утилита IP. Мы собираемся работать с адресами. Нам надо показать адреса на интерфейсе, на устройстве ETH 0. Также есть IP-линк утилита. Это для работы именно с интерфейсами на втором уровне. Как выглядит файл KetoCenet Work Interfaces? Выглядит он вот так вот. Мы здесь видим, что у нас автоконфигурируется интерфейс LO, Loopback. Вот эта запись… Это… В общем, описывает конфигурацию Loopback, именно как она есть. Там что сконфигурирует 127.0.1.0.8. Дальше мы видим, что у нас поднимается… автоматически конфигурируется интерфейс ETH 0 и ETH 1. Видим, что интерфейс ETH 0 у нас получает конфигурацию по DHCP. Про DHCP я сейчас в двух словах расскажу, как он работает, потому что схемки я не составил. Я, наверное, на следующем занятии могу показать схемку, как он работает. И что у нас есть интерфейс ETH 1. У него статическая конфигурация, такой-то адрес, такая-то маска под сети, что после того, как мы его подняли, надо выполнить вот такие вот команды. Эта команда добавляет в таблицу маршрутизации номер 2, дефолтный маршрут, через 195.19.44.129. Эта команда добавляет правила, что трафик от адреса 195.19.44.134, который сконфигурирован у нас на этом интерфейсе, нужно отправлять в таблицу маршрутизации 2, то есть маршрутизировать согласно правилам из этой таблицы. А эта команда подгружает у нас правила IP-tables. Как у нас выглядят правила IP-tables? Давайте посмотрим. На самом деле выглядят они очень просто. Здесь минимальная конфигурация IP-tables, которая ограничивает доступ по SSH. Весь трафик, который направляется на порт 22, попадает в цепочку SSH, а здесь, если source-адрес принадлежит сети 10.8, он принимается пакет. Если вот этой сети принадлежит, то принимается пакет вот этой. В общем, есть набор сетей, которым разрешено ходить по SSH. Трафик от всех остальных источников отбрасывается молча. Да, потому что вы находитесь либо где? Давайте посмотрим. IP-tables. А потому что у нас сейчас IP-tables не подключен, поэтому… Значит, как мы исправим ошибку, которая у нас была? При перезагрузке сервера у нас терялся доступ к нему, потому что был прописан неправильный маршрут по умолчанию. Как смотреть маршруты? Также с помощью команды IP, только здесь IP-road. И мы видим, что у нас маршрут по умолчанию отправляется вот в этот адрес, который расположен на этаж 1. Просто у нас интерфейс этаж 0 конфигурируется через DHCP, поэтому через DHCP он же получает информацию о маршруте по умолчанию, удаляет текущий и применяет тот, который есть. Давайте посмотрим, есть ли у нас здесь какие-то правила. Нет у нас здесь никаких правил. RAW, IP-road, road-list, table-2. и таблицы маршрутизации 2 у нас тоже почему-то нет. Давайте попробуем исправить эту ситуацию. Для того, чтобы… А? Помолчи. Если мы посмотрим список правил маршрутизации, давайте я к этому чуть позже вернусь, наверное. И тогда же позже мы поправим эту ошибку. Вполне возможно, что это будет на следующем слайде. Собственно, да. Главное правило, когда мы добавляем маршрут, это то, чтобы адрес маршрутизатора, через который мы отправляем. То есть, когда мы добавляем маршрут, мы описываем, что трафик в таком-то направлении отправлять через такой-то хост, через такой-то маршрутизатор. Маршрутизатором может быть сервер, может быть аппаратная железка. Самое важное для того, чтобы этот маршрут сработал, вообще добавился, нужно, чтобы адрес этого маршрутизатора был в той же сети, в которой мы находимся. Да, в той же подсети, в которой мы находимся. Потому что у нас должен быть… должна быть возможность напрямую отправить ему пакет. Грубо говоря, этот маршрутизатор должен быть нашим соседом. Есть исключения из этого правила. Но они скорее касаются маршрутов, которые работают через point-to-point интерфейсы. Интерфейсы, на которых, в принципе, вообще на самом деле не обязательно конфигурировать IP. Можно, но не обязательно. Соответственно, можно там любой трафик туда отправлять, с другой стороны он вылезет и обработается, соответственно, удаленной стороной, отмаршрутизируется. И также есть возможность настраивать хитрые полиси-безид-маршруты. Полиси-безид-маршруты — это вот те команды, о которых я… которые мы видели. Это IP.ru и IP.ro добавлять… добавление маршрутов в конкретную таблицу маршрутизации. Давайте вернемся к нашей консольке. Из вывода этой команды мы видим, что у нас есть как минимум три таблицы маршрутизации. Это локальная, основная и дефолтная. Сколько я понимаю, на самом деле они все выглядят в нашем случае одинаково. Давайте попробуем посмотреть. IP.ru.list. У команды IP можно сокращать параметры. То есть если посмотреть IP.help, то здесь мы видим, что мы можем работать с кучей разных объектов. Это IP-линк с интерфейсами, с адресами на интерфейсах, с метками адресов, с маршрутами, с правилами маршрутизации, с ARP-таблицей, с туннелями и так далее. Давайте посмотрим… Ну и, соответственно, все вот это можно… все вот это дело можно сокращать. То есть роут можно сократить до ро. IP.ro выдаст нам… таблицу маршрутизации. Лист можно сократить до ли. Table, соответственно, можно сократить до та. То есть и получаются такие смешные команды. IP.ro.lita.main. Вот мы видим таблицу по умолчанию. IP.ro.tax. IP.ro. Смотрим. У нас есть три таблицы. Local, main и default. IP.ro.lita.main. Ой, local. Видим, что вот такая у нас локальная таблица маршрутизации. Я вам сейчас ее трактовать не буду. А в целом она говорит, что у нас локальным адресом является 10-20-3153. Сеть 10-20-0 находится для нас в broadcast-домене. Адрес, broadcast-ный адрес этой сети 10-20-3255. Также у нас есть broadcast-ная сеть 10-20-7000. Адрес для нее 127.255.255. Дальше смотрим. IP.ro.lita.main. Видим обычную таблицу маршрутизации, которая у нас так вот показывается. Давайте посмотрим. IP.ro.lita.default. Видим, что там ничего нет. То есть у нас на самом деле все нужные нам маршруты обрабатываются в таблицах local и main. По опыту скажу, я сейчас за несколько лет второй раз, наверное, залез в таблицу local. Обычно мне туда лазить не приходилось. Да, обычно на самом деле очень редко приходится настраивать полиси маршруты. То есть это только хитрые ситуации, когда у вас нужно подставить отдельный source-адрес для какого-то конкретного случая. Либо у вас есть несколько интерфейсов, и в зависимости от того, в какой интерфейс уходит или с какого адреса пакет, его соответствующим образом надо маршрутизировать. Чаще всего это применяется именно на маршрутизаторах, когда там по ПП клиентов нужно по одной политике маршрутизировать, других клиентов по другой, третьих по третьей. И там есть несколько каналов в интернет. Тогда это применимо. Чаще всего об этом стоит знать, но когда у вас возникнет необходимость этим воспользоваться, вы этим совершенно спокойно воспользуетесь. А теперь давайте попробуем либо поломать, либо починить наш сервер. А потом мы его перезагрузим и проверим, насколько у нас все это получилось. Я обычный человек, поэтому я совершенно спокойно могу ошибаться. Так, давайте посмотрим. Первое, что нам надо сделать, нам надо избавиться от DHCP конфигурации на интерфейсе ETH0. Мы видим, что у нас здесь адрес 10.23.153, и NetMask 255.255.255.2.0. Что такое адрес и NetMask? Кстати, а кто из вас изучал уже сети? Ну, как-то вот это был неуверенный ответ. Вам про модель ISO-ОСИ рассказывали? То есть кто-то из вас представляет, что такое слои? Замечательно. Итак, давайте поменяем конфигурацию. Тоже говорим, что у нас этаж 0 конфигурируется статически. Что у него такой адрес? Что у него такая маска? Вот эту всю лабуду мы сотрем. И здесь напишем GTOA 129. А здесь допишем, что IP post-up. То есть post-up или pre-up. Post-up — это действие, которое выполнить после того, как интерфейс поднялся. Pre-up — это действие, которое выполнить перед тем, как интерфейс поднялся. Опять же, вам важно знать, что такие действия есть. Когда вы поймете, что они вам будут нужны, вы просто наберете MAN interfaces, и там увидите много всего интересного. Чаще всего все вот эти магические действия не нужны. Нам в данном случае надо добавить маршрут на сеть на все десятые адреса. А какой же у нас маршрут-то был? Давайте посмотрим. А непонятно, какой у нас маршрут был. Ну, предположим, это будет… Так, у нас 10, 20, 0, 0, дробь 22 сеть. Значит, будет… Предположим, что это последний, предпоследний адрес. 3, 254. Я не уверен, на самом деле, что это правильно. Ну, а вот этой командой после того, как взведется интерфейс, мы добавим правило, что пакеты вот в эту сеть, 10, 0, 0, 0, дробь 8, будут уходить через этот адрес. Уж насколько это правильно, мы разберемся потом по ходу дела. Давайте пока просто сохраним и попробуем уточнить в MAN-интерфейсах, а правильно ли мы… Вот, про команды pre-up, up, post-up, down, pre-down, post-down. Правильно ли мы сконфигурировали? Да, gateway конфигурируется через опцию gateway. У нас вроде все верно написано. Поэтому если мы сейчас сделаем reboot серверу, то мы его должны увидеть. Давайте проверим. Вот он, видимо, перезагружаться пошел. Сейчас, если за минуту не поднимется, то будет понятно, что… Нет, поднялся. Это заняло у него сколько? 15 секунд где-то, да? С 12 по 27. Давайте посмотрим. Да, дефолт у нас стоит через нужный адрес, нужный интерфейс. Пакеты в сеть 10.drop8 будут уходить через вот этот адрес. Это, видимо, неправильный адрес. Значит, возможно, это первый адрес. Удалить маршрут — это IP-road. Delete. Road. Delete. Давайте попробуем переконфигурировать. То есть мы сейчас удалили маршрут на сеть 10.drop8. Теперь говорим IP-road. Добавить. Я вот этот адрес. Самое смешное, на самом деле, в этой ситуации, то что даже если 10.20.0.1 не является маршрутизатором правильным, но на нем включена опция маршрутизации, то он примет пакет для сети 10.drop8 и отправит ее согласно своей таблице маршрутизации. Отправит, возможно, правильному маршрутизатору. Так, о чем мы там? По поводу полиси роутов. Мы, в принципе, можем попробовать настроить так, что у нас весь трафик… Сейчас у нас настроено так, что трафик во все неизвестные сети будет уходить через вот этот адрес, через маршрутизатор по умолчанию. Мы можем настроить так, что весь трафик вот от этого адреса, нашего адреса на ETH0, будет уходить через вот этот адрес. Давайте покажу, как. То есть независимо от того, есть ли в таблице маршрутизации, в основной таблице маршрутизации соответствующий маршрут, мы можем сделать следующим образом. Добавляем маршрут. В таблицу 2, допустим, Default. Я. И видим, что таблица маршрутизации номер 2 у нас состоит из одного маршрута. Теперь у нас включается в действие правила маршрутизации. IP.ru.at.from. Такой-то вот адрес. Table 2. И теперь у нас, независимо от того, есть у нас вот это правило или нет этого правила, весь трафик от этого адреса будет уходить через 10.20.01, потому что у нас так написано в таблице маршрутизации, которая применяется для этого адреса. А давайте можем на самом деле проверить на соседней машинке. Я сейчас как раз в сети нужный. А давайте посмотрим на самом деле, что же у нас происходит. Это хороший повод воспользоваться утилитой TCP-дамп. Значит, сейчас я запускаю утилиту TCP-дамп, в которой говорю, что мне не надо разрешать ни адреса, ни порты. Это 2N. По умолчанию оно попытается IP-адреса разрешать в доменные имена и порты подсматривать файлики etc-сервисes. То есть у меня, если будет одна, я сейчас покажу. Дальше я говорю, что мне нужно слушать трафик на интерфейсе eth0, и мне интересует трафик, который относится к порту 22, любого протокола. TCP-дамп — это утилита, которая предназначена для того, чтобы получать информацию о трафике, который поступает в систему. Важно знать и помнить, что эта утилита работает до того, как пакет попал в файрвол. Поэтому если вы в TCP-дампе видите входящий к себе трафик, но при этом до приложения он не доходит, скорее всего, он у вас блокируется файрволом. Такое возможно, скажем так. Мы видим, что у нас пока нет никакого трафика на 22 порт, и, собственно, его все еще нет. Давайте посмотрим, а у нас вообще пингается. ping 10, 20, 3, 153. А у нас не пингается, поэтому как бы… Вполне возможно, что вот эта сеть 10, 20, 0, дробь 22 получается, ну там, или кто? IP-ROM. Дробь 22. Да, 0, дробь 22. Она именно внутри вот этой виртуальной фермы работает. Давайте на самом деле покажу, как TCP-дамп выглядит. Только я его ограничу, мне там 10 пакетов нужно. На интерфейсе ETH-1. Давайте посмотрим вообще, какой там трафик есть. Вполне возможно, что там не настроена маршрутизация, либо там зафильтровано все. Вот, без ключика минус N мы видим, что у нас во столько-то пришел пакет с такого-то адреса, который… вот с такого адреса, вернее, на такой адрес, на порт SSH, вернее, он был отправлен с нашего адреса, с порта SSH на вот такой вот адрес, H137.net40.bm. Это я подозреваю адрес, которым я маскируюсь, а может кто-нибудь еще. Можно посмотреть, откуда кто зашел. Да, D.Molchanov сидит с адреса H137. С этого адреса вроде больше никто не сидит. Вот, если взять… Давайте ограничим там парой пакетов и сказать ключик минус N, то мы увидим уже, что здесь нет адресов. Но почему-то мы видим… А, вот. Вот пример пакета. Это ответ от сервера вот этому хосту и, соответственно, запрос от этого хоста к серверу. В общем, это кусочек обмена данными по протоколу SSH. Я думаю, сегодня мы чуть-чуть попозже еще вернемся к TCP-дампу, когда будут какие-то более такие внятные примеры. Ну, либо сейчас давайте попробую показать, как мы… то есть давайте сейчас попробую показать, как отлавливать, допустим, пинги. Proto-1. Proto-1 — это значит, что меня интересует протокол ICMP-1. Протоколы, в принципе, и протоколы в смысле IP-протоколы можно посмотреть в файлике etc.protocols. Мы видим, что протокол номер 1 — это ICMP, протокол номер 6 — это TCP, и номер 17 — это UDP. Это основные протоколы, которые как бы чаще всего встречаются в работе. А TCP-шные протоколы и UDP-шные протоколы можно посмотреть в файлике etc.services, где мы видим, что 22 TCP — это SSH. Итак, TCP-дамп минус на eth1, Proto-1. И вот кто-то здесь уже пингует кого-то. Кто-то пингует в ECO.com. PSAX-GREP-PING. Мы видим, что некто A.Dumen запустил аж целых три пинга. Два пинга VK.com и один пинг 1020353. Понятно, как я сделал такой вывод? Здесь видно терминал, в котором работает, ну, сессию, PTS7. А в выводе команды V видно, что PTS7 — это A.Dumen. А зачем A.Dumen запустил два пинга в остановленном режиме? Ну, в смысле, зачем он запустил, нажал Ctrl-Z, и потом к ним не вернулся? Команда Ctrl-Z, она уводит в фон. Вот, смотри, ping-VK.com, Ctrl-Z, да? Ну, вроде все остановилось. Стоп. Снова пинг, там, mail.ru, Ctrl-Z. Видим, что у нас в фоне работы, ну, в фоне остановлены две задачи. Я, на самом деле, могу сейчас одну из них заставить работать в бэкграунде, и она мне будет выводить в терминал… А, fg1. В общем, когда я написал bg, она, ну, последняя. Почему при этом в ВК-ком еще ожил? Я не представляю. Давайте попробуем отправить их вывод куда-нибудь в Дивну, чтобы он нам не мешал. Видим, что у нас две задачи остановлены. Говорим bg. И последняя задача. Сейчас ранен, а первая стоп. Вот я могу сделать kill%2, убить вторую задачу. А потом kill%1, убить первую задачу. Итак, можно запустить. Кстати, по умолчанию пинг будет пингать бесконечно. Ему можно сказать, чтобы он вел себя тихо и спокойно, и, допустим, послал 100 пакетов. Ну, или в нашем случае можно послать 10 пакетов. Только надо еще сказать, куда послать. И вот мы здесь прямо в TCP-дампе видим, что… Сейчас это пошлется. Все, хватит. Что наш хост послал на этот… Наш адрес на этот адрес послал ICMP-пакет типа echo request. Номер его один. И получил ответ на этот же запрос. Получил echo reply. Также два… Дальше кто-то снова вклинился сюда. Уже с другим ID сессии, условно. Первый пакет от моей сессии. Возможно, не от моей, но от сессии, которую обнаружили первой, третий сиквенс пошел. От второй второй пошел и так далее. Здесь пошел замес, но, в принципе, все это можно распознать. Итак, вернемся к нашим баранам. DNS. Как я уже сказал, что… А, давайте еще раз резюмируем. Нам важно, чтобы… Для того, чтобы у нас работала сеть на нашем Linux, нам важно, чтобы у нас были корректно настроены интерфейсы. Корректно настроены интерфейсы – это значит, что на интерфейсах сконфигурированы IP-адреса, и эти IP-адреса, ну, имеют смысл какой-то. Настройки соответствуют той сети, к которой они подключены. Я, когда буду рассказывать про адреса, скажу, где там можно ошибиться. Нам важно, чтобы у нас были настроены маршруты, и нам важно, чтобы у нас работал DNS. DNS, как я уже сказал, это система, которая позволяет разрешать символьные имена в IP-адреса, и IP-адреса разрешать обратно в символьные имена. Соответственно, name IP, то есть символьное имя в IP-адрес – это прямое соответствие forward-зоны, а IP-адрес в символьное имя – это обратное соответствие reverse-зоны. Работает это все по одному и тому же протоколу, просто для обратных соответствий формируется особое имя, которое спрашивается, разрешается внутри зоны in-adr.arpa. Ну, опять же, сейчас покажу, как все это выглядит. Рассказывать, как это работает, буду потом, когда мы дойдем до… подробно рассказывать, как это работает, буду потом, когда дойдем до настройки DNS-сервера на следующих занятиях. И запросы бывают двух видов. Рекурсивный и итеративный. Рекурсивный запрос – это когда мы знаем, что у нас есть. В общем, спрашиваем DNS-сервер с намерением получить конечный ответ уже от него, а дальше, как он этот конечный ответ для нас найдет, это его забота. И он обычно его находит с помощью итеративных запросов. На схемке здесь показано, как это работает. Клиент делает рекурсивный запрос своему доверенному DNS-серверу, который у него сконфигурирован в файлике etc.resolve.conf, например, или в настройках сети в Windows. Он делает рекурсивный запрос. Клиентская машина всегда делает… DNS-клиент всегда делает рекурсивный запрос. А уж где расположен сервер, локально он расположен, либо это какая-то отдельная машина, это уже неважно. Он может на самом деле тоже сделать… Сервер может сделать и рекурсивный запрос какому-нибудь своему доверенному серверу. То есть вот так вот по цепочке все это и уйдет в интернет. И, соответственно, ответ обратно вернется. Либо уже разрешать итеративно. То есть посмотрел в кэше, есть у него этот ответ или нет. Если есть, сразу отдал клиенту. Если нет, то, ну, допустим, спрашиваем something.ru. Он пойдет, спросит у корневых серверов, а кто, собственно, у меня отвечает за something.ru. Ему скажут, что товарищ, ты иди и спроси… Вот, корневые сервера, условно, это сервера, которые поддерживают топ-левел домены. Они хранят информацию о том, какие сервера отличают за домены зоны.ru, зоны.com, зоны.org и так далее. Соответственно, они скажут, а пойди-ка ты и спроси у DNS серверов, которые отвечают за зону.ru. Это первая итерация, почему, собственно, запрос называется итеративным. Дальше он идет к серверам, которые отвечают за зону.ru, спрашивают то же самое. Они говорят, а иди-ка ты, дорогой, милый DNS сервер или DNS клиент в нашем случае, к серверам, которые отвечают именно за этот домен, something.ru. И он, это уже вторая итерация. И третья итерация, он идет к DNS серверам, которые отвечают за этот домен, и спрашивают у них, а дай-ка мне адрес. А ему говорят, что доменному имени something.ru соответствует адрес IP1. Это на самом деле с прошлых презентаций слайд, поэтому здесь еще указана, показана репликация между DNS мастером и DNS слайвом, но к этому, пожалуй, к этому слайду мы потом вернемся. Здесь все понятно или ничего не понятно? Есть кому непонятно? Я слушаю. Но участие DNS каждый раз от вершины? Не каждый раз. Я упомянул, что при получении запроса от клиента DNS сервер чаще всего, если не настроен иначе, он смотрит локальный DNS кэш. То есть он… Если у него в кэше нету этой информации, то он обращается. Если есть, то, соответственно, отдает ее клиенту. DNS сервер при получении запроса от клиента может обратиться как рекурсивно к какому-то серверу, к какому-то доверенному серверу, так и начать разрешать от корня. То есть сделать тоже рекурсивный или итеративный запрос. Да. А если кэш, ну, соответственно, реально, то ли это вообще-то умоляет? Хороший вопрос. В DNS зонах есть такая штука, как TTL. TTL записи. Time to life. Time to life определяет, сколько… Какое время запись будет жить в кэше. За счет этого TTL и достаточно часто больших значений, указываемых в TTL. DNS является очень инертной штукой. То есть от реальной смены адреса, ну, от времени реальной правки зоны до того, как он вымоется из всех кэшей, может пройти несколько суток, а то и недели. В зависимости от того, как настроено. Поэтому чаще всего, когда планируют переезд сайта смену IP, ну, сервера, за несколько недель выставляют очень маленький TTL, там 60 секунд условно, или там 10 секунд, чтобы максимально быстро обновлялась информация в кэшах. Но и это не спасает, к сожалению. Некоторые кэши, я не знаю уж почему, они игнорируют TTL и хранят там информацию час, сутки. Где же у нас все это настраивается? Как я уже сказал, один из файлов этой DTC resolve.conf, где у нас указывается список name-серверов, которые мы можем опрашивать. Также указывается домен по умолчанию для поиска и какие еще домены спрашивать. Сейчас мы посмотрим этот файлик. На прошлом занятии я уже упоминал про файлик TTK hosts. Это маленький такой локальный аналог DNS. Там настраивается соответствие IP-адресов, доменным именам, ну и, соответственно, через этот же файл обратное, соответственно, он достаточно маленький, поэтому поиск по нему очень быстрый. По этому же файлу может как соответствие адреса, то есть прямое соответствие, вернее, соответствие домена адресу, прямое соответствие, так и обратное соответствие адресу, домену. Что? Нет, одна. Я сейчас все покажу. Также нам помогают настраивать разрешение имен в системе две штуки. Первое — это система NS-Switch, где мы регулируем порядок, в котором у нас просматриваются записи. Ну, в каких базах у нас ищется, через какие базы у нас разрешаются имена. Это может быть DNS, это могут быть локальные файлы. Сначала DNS, потом локальные файлы, либо наоборот, сначала локальные файлы, потом DNS. Могут быть какие-то еще вспомогательные службы. И NS-CD — это демон, который позволяет информацию вот эту вот о пользователях, о именах, о группах пользователей кэшировать на какое-то время в памяти, чтобы лишний раз не дергать удаленный сервер. Давайте сейчас посмотрим, как все это дело настраивается. Давайте с основного. И это с resolve.conf. Здесь у нас указано, что по умолчанию мы ищем, если не указано другого… Кстати, хороший момент, я сейчас покажу, чем он отличается. Мы ищем в домене park.dev.mail.ru. Основной на им сервер, который мы спрашиваем, 10.23.153. Это наш локальный адрес. Также мы спрашиваем 195.19.44.150 и 195.19.32.2. Это все на им сервера. Три на им сервера. Если не ответил один, мы спрашиваем у другого. Если не ответил второй, мы спрашиваем у третьего. Если не ответили все три, ну опачки. Например… Давай мы посмотрим, а здесь вообще запущен DNS сервер. Сейчас здесь DNS сервер не запущен. А если записи в одном нет, то он вернет другую? Зависит от того… Скорее всего, зависит от того, что вернет первый DNS сервер. Если он ответит, что такой записи не существует, то нет. А если ошибка сервера, то, скорее всего, пойдет. Разрешать имена нам помогают несколько утилит. Я очень часто, кстати, видел, что пользователи, когда их просят посмотреть, какой адрес у, допустим, VK.com, они делают вот так вот, ping VK.com и видят. Вот он адрес. Ну, как бы… Логично, да. Проблем решен, никаких вопросов быть не может. Вот здесь, кстати, видно, что прямое соответствие в VK.com вот этому адресу, а этот адрес обратно разрешается вот в это вот чудовищное имя. Нет, почему неправильно? Это тоже имеет, как бы, право на жизнь, но основная цель утилиты ping это неразрешение имен. Плюс этого дела в том, что… Ну, в общем, давайте сейчас по порядку. У нас есть, как минимум, три утилиты, которые позволяют, направленные именно на работу с DNS. Первое, моя любимая, это хост. Хост VK.com. Она берет и опрашивает DNS-сервера. Но, как бы, надо помнить, что она опрашивает DNS-сервера, а не подсматривает файлики etc-hosts. Сейчас, давайте, давайте я тогда чуть-чуть назад откачусь. Значит, мы посмотрели в Resolve.conf. Давайте посмотрим файлики etc-hosts. Здесь мы видим, что у нас IP-адрес сопоставляется с именем, а IP-адрес сопоставляется с таким-то именем. То есть, если мы возьмем, начнем пингать вот это вот имя, то мы увидим, что пингается 127.1.1. 0.1.1. Да, то, что в хост прописано. А если мы попробуем разрешить, то тут как-то все тускло. Нет, хост сейчас выдал чепуху. Ну, сейчас другой утилитой посмотрим. Значит, давайте тогда сначала по настройкам пройдемся. Значит, вот у нас настройки резолвинга, etc-resolve.conf. Я сразу чуть-чуть извинюсь, как бы прошлые курсы тоже имели рутовый доступ к этому серверу и чего-то там в своих целях настраивали. Поэтому здесь иногда могут встречаться такие очень смешные артефакты. Значит, файлик etc-hosts — это наш локальный DNS. Здесь он прописан, куча всяких адресов. И ns-switch. Как я уже говорил, есть у нас такой чудесный файлик ns-switch. Система ns-switch, и файлик у нее называется ns-switch.com. Здесь у нас написано, что имена серверов, хостс, мы сначала смотрим файлики, это etc-hosts, а потом разрешаем через DNS. именно так делает пинг. А утилиты, которые направлены на то, чтобы работать с DNS, как, например, хост, вк-ком. А давайте-ка проведем натурный эксперимент. Значит, допустим, мы в etc-hosts пропишем, что у нас на адресе 127.0.0, а давайте 5.1, это будет еще один момент, находится вк-ком. Когда мы делаем пинг вк-ком, теперь мы пингим адрес 5.1. С другой стороны, у нас же нигде не сконфигурирован сконфигурирован. IP, адр, греб. Такой адрес нигде не сконфигурирован. А? Потому что таково свойство лупбек адаптера. Я вот на самом деле не уверен. Можем сейчас проверить заодно. Во всяком случае, сейчас будет, когда на нем сконфигурирована сеть, IP и в конфиг.ло, мы видим, что сконфигурированы адресы сети нет, как бы, если это свойство именно лупбека. Вот любой адрес из этой сети будет пингаться. То есть, если даже я попингую 127.1.1.1, он будет пингаться. И 107.255.255.254 тоже будет пингаться. Будет пингаться любой адрес. Давайте попробуем туда добавить. Нет, маска здесь ни при чем. Это свойство именно так. IP-адр. add dev.lo. 192.168. А? Да. Add. Ну, пусть будет 5.0.24. Ой, 5.1.24. IP. Адр. show.dev.lo. Мы видим, что у нас сконфигурирована сеть 192.168.5.0. Правда, здесь из нее ничего нет. Ну, давайте попробуем попингать адрес, адрес, который сконфигурирован. давайте просмотрим, посмотрим, куда идет маршрут на другой адрес. IP.RO.GET. IP.RO.GET это команда, которая позволяет посмотреть результаты маршрутизации для какого-то адреса. То есть я сейчас… У меня нету маршрута для этого адреса. Но я могу посмотреть, куда он пойдет согласно текущей таблице маршрутизации. Он пойдет в интерфейс loopback. Давайте посмотрим, будет ли он пингаться. Да. Получается, что на loopback у нас пингается любой адрес из той сети, которая там сконфигурирована. Но, повторюсь, это свойство именно loopback адаптера в Linux, потому что на Mac этого не повторяется. IP.ADDER Где он там? Мы его там добавляли, чтобы мусора не оставлять за собой. IP.ADDER.DEL и SHOW. Все привели в первозданный вид. Итак, у нас vk.com сейчас подсматривается в хостах. Ну, хост как бы vk.com по-честному разрешит в DNS. а если здесь написать сначала dns, потом files, то сейчас может быть спецэффект. Да, сейчас есть спецэффект, который мы достигаем благодаря нашему чудесному демону nscd. я ему сейчас говорю, что надо инвалидировать кэш для хостов. И он все равно черт, не удалось. фокус не удался. Значит, в nscwitch у нас все равно настраивается порядок просмотра баз, в данном случае это files и dns. в dns. в dns. в dns. host мы сейчас прописали vk.com на 127.5.1 127.5.1 когда мы пингаем его пинг смотрит в хостах сначала, а ns.lookup ns. А, есть еще помимо хоста есть утилита ns.lookup k.com которая тоже сначала разрешает о dns сервере. Вы видели, что сначала она достаточно долго работала и ответ она получила только от 44.150. Поэтому нам имеет смысл пойти в resolve.conf и вытащить этот сервер на повыше. А это еще один хитрый финт. Вроде файл, который мы можем писать, но он говорит, что он read-only. Есть такие штуки волшебные, называются атрибуты ls.atr. Иногда это всплывает, и мы видим, что на этом файлике есть атрибут i. Это immutable. Его нельзя изменять даже root. Ну, в смысле, получается, что файл нельзя изменять даже root. Команды chatter мы можем убрать этот атрибут отсюда и редактировать этот файл. И, соответственно, потом взять и вернуть. Насколько я помню, это делалось для того, чтобы папе там файлик не перезаписывался. Теперь мы делаем хост vk.com и он у нас получает ответ существенно быстрее. Итак, три утилиты, которые позволяют вам разрешать имена из командной строки. Это хост, это nslookup и это dig. dig находится в пакете сейчас я покажу. dig находится в пакете dns утилдс и выглядит его вывод вот таким образом. Здесь на самом деле он полезен для отладки. Здесь мы видим флаги, статус ответа. Здесь мы видим, что в запросе было, что это рекурсивный запрос, рекурсия желаема и это ответ рекурсивный, рекурсия фансфер. В ответ нам пришло три записи. Соответственно видим, какой у нас был ответ. Мы спрашивали а запись для соответствия адреса для домена vk.com, для доменного имени vk.com и в ответ получили, что vk.com у нас разрешается в три адреса. И вот это число это tl. По какому стечению обстоятельств оно здесь 666 я не знаю. сейчас если мы сделаем еще раз дик, то увидим, что ttl уменьшился. Он изменяется в секундах, соответственно, через 10 минут практически у нас вот этот DNS сервер 195, 19-19-44-150 перезапросит vk.com. Итак, три утилиты. А запись это запись соответствия доменного имени IP-адресу. Есть другие записи, но о них, я думаю, мы поговорим в рамках уже настройки DNS сервера. Итак, у нас есть три утилиты. host for uin host ns lookup и dig do max u vk.com done. И вот такой вот разный у них вывод. я написал, что здесь для переменной u в массиве host ns lookup dig делай следующее, подставляя значение переменной u в качестве команды и передавай ей параметры vk.com. Все. И он мне для всех трех утилит host ns lookup и dig выполнил все эти команды. То есть, если я напишу здесь вот так, вот эхо, то, соответственно, получу все три команды, которые надо выполнить. Итак, давайте посмотрим на слайд. А, забыл указать, где, рассказать, где настраивается ns cd. У файлика ns cd есть файл ns cd.conf. У программы ns cd есть файлик etc ns cd.conf, где настраивается для разных баз. Вот там по svd это соответствие пользователей айишника, а группы это, соответственно, соответствие группа айишникам, хост соответствие имен, адресам. Настраивается ttl. Допустим, позитивный ответ, то есть ответ, который не ошибочный, будет храниться 3600 секунд, то есть час. также инвалидировать кэш ns cd можно двумя способами. Один прямой ns cd минус i инвалидейт и название кэша, то есть для хостов, либо остановить сервис ns cd, стереть чертовы бабушки весь кэш, rf, var, кэш, ns cd, звездочка, и запустить ns cd. Давайте попробуем еще раз фокус с ns cd свечом. Нет, не убрал, но опять фокус не удался. попробуем снова stop rem минус rv f var кэш ns cd звездочка не оценим день ns cd старт. Во! Все-таки сработало. Кто-то, видимо, пингает. На этот раз это все еще адюмин. На самом деле не пингает, но пинги у него запущены. Кто мне может объяснить, почему у меня сейчас не убились эти процессы? А? Нет, процент здесь ни при чем. Процент это если я убиваю номер, ну, job, нет, не зомби. Они остановлены, да, ключи, ну, состояние t, и когда я посылаю kill без параметров, это посылает 15-й сигнал терм, который должен обработаться процессом, поскольку процесс сейчас установлен, сигналы обработаться не может. А если я пошлю минус 9, то посылать будет, к сожалению, некуда. Итак, все-таки мы увидели, что у нас фокус работает. cns-switch у нас сейчас говорит, что сначала надо файлики, хосты резолвить через DNS, резолвить — это разрешать, то есть находить соответствие. Если мы сейчас поменяем обратно, у нас ping снова будет ping снова будет nscd-i hosts и ping vk.com она снова будет нет, не будет. Сейчас попробуем снова все их чертовы вовушки удалить и снова будет ping 127.051. Уберем эту запись, чтобы она нам не мешала из nsc hosts. Я уже говорил, что для того, чтобы у нас замечательно работала сеть, нам важно сконфигурировать IP-адреса на интерфейсах, нам важно, чтобы у нас была настроена маршрутизация, в первую очередь маршрут по умолчанию, нам важно, чтобы у нас работал DNS, чтобы когда мы набираем vk.com в адресной строке или там ping vk.com в командной строке, чтобы у нас имя vk.com разрешилось в адрес, с которым соответственно будут устанавливать соединения. Также нам важно, чтобы у нас не было препятствий на пути трафика. Препятствия могут начинаться прямо на нашем хосте, это могут быть правила firewall, то есть пакетного фильтра. Пакетный фильтр в Linux управляется утилитой IP-tables. Название это как-то напрямую связано с IP, IP-протоколом, tables это таблицы, таблицы правил фильтрации для IP-протокола. На самом деле IP-tables позволяет не только фильтровать трафик, но и изменять какую-то информацию внутри пакетов, помечать пакеты для дальнейшей обработки, например, для маршрутизации, потому что маршрутизировать можно не только, по-разному маршрутизировать можно не только, основываясь на адресе источника или назначении, вот как раз те самые IP-правила, про которые я говорил, IP-ру, помните такие? Ну и на основе метки firewall, допустим, можно помечать весь SMTP-трафик от конкретного хоста и отправлять его в какой-нибудь, допустим, узкий канал. И также есть модуль в IP-таблсе, который позволяет отслеживать соединение. Что у нас на следующем слайде? А на следующем слайде у нас уже слои и к IP-таблсу мы еще вернемся. Итак, начну с конфигурации адресов. Конфигурацию, как мы видели, когда я колупался в ETC-нет ворк-интерфейс, может быть статическая, может быть динамическая. Динамическая конфигурация осуществляется по протоколу DHCP, что значит Dynamic Host Configuration Protocol, и позволяет администраторам управлять настройками IP в большой сети. Как она работает? Ну, как видно из картинки, есть три фазы работы протокола. Это инициализация, когда нету сконфигурированного адреса на интерфейсе, обновление, когда прошла половина времени, на который адрес выдан, и обновление, когда все время прошло. Значит, когда у нас интерфейс настроен на конфигурирование через DHCP, машина при инициализации этого интерфейса посылает широковещательный запрос в сети. А есть ли здесь DHCP сервера? Ну, и кто ему первый ответил из DHCP серверов, с тем он дальше общается. То есть ему вот он посылает пакет DHCP Discover, ему также Broadcast приходит DHCP оффер, типа я такой-то есть, готов тебе выдать адрес. Он говорит, окей, выдай мне адрес. Кто-то ему говорит, все, выдал. А выдать адрес, это, ну, как бы в DHCP есть такой термин аренда. Адреса выдаются в аренду на какое-то время. Денег, к счастью, сервера за это не берут, но выдают на какое-то время. Через половину, когда проходит половина этого времени, необходимо провести обновление адреса, то есть подтвердить, что аренда все еще в действии. Ну и, соответственно, когда подходит время, ну, целиком время проходит, надо снова сделать DHCP реквест. То есть, если мы не смогли обновить аренду в течение, поистечении половины времени аренды, то к концу времени аренды мы заново практически повторяем процедуру инициализации. Мы снова посылаем DHCP реквест к бродкастам и получаем предложение от сервера. А время аренды конфигурируется на DHCP сервере. Вот. Это не в конце делается, это в половине, в половину времени делается. Бывают такие ситуации, когда в половину времени не получилось продлить аренду, но аренда все еще как бы есть. И тогда в конце уже у нас происходит снова бродкастом DHCP реквест. То есть, делается реквест на тот же адрес и получается либо ак, либо заново происходит процедура инициализации. Тогда ты не получишь АКО. Такое бывает. Итак, значит, у нас есть два способа сконфигурировать IP на интерфейсе. Это статический, прописать ручками, но самый простой на самом деле, и динамический. Использование DHCP в больших серверных сетях оно должно быть оправ... Ну, как бы, оно наверняка удобно, но оно должно быть как бы, так сказать, поддержано тем, что у вас очень надежный DHCP. Приведу случай из практики. Как-то вечером иду я такой домой, возвращаюсь со встречи с друзьями, и вдруг мне начинают валиться смс-ками. Смотрю, что происходит. У меня недоступен этот сервер, этот сервер. Собственно говоря, все сервера проекта недоступны. Я прихожу домой, начинаю разбираться. В общем, в итоге выясняется, что у меня в процессе, когда я конфигурировал сервера, я оставил сконфигурированный DHCP-адрес на основном интерфейсе. На всех дополнительных флан-интерфейсах я уже конфигурировал руками IP-адреса. Но случилась такая история, что в течение какого-то времени, а время аренды было короткое, по-моему, минут 10, в течение больше, чем 10 минут DHCP-сервер лежал. Ну, то есть был недоступен. Сервера, все, на которых был сконфигурирован по DHCP-адрес, ну, я его оставил на всякий случай, чтобы в случае чего там зайти. Я, в принципе, все эти адреса у меня были выписаны на бумажку, я знал, что можно с Сашем зайти, потому что через менеджмент-консоль заходить было очень долго и мучительно. Вот. Соответственно, машины не смогли обновить адрес, и по истечении этого времени они не смогли получить заново адрес. А когда они не смогли получить заново адрес, они освободили этот адрес. В CentOS 5, который на тот момент использовался, процесс освобождения адреса включал в себя положить интерфейс и поднять интерфейс. А поскольку у меня там было много интерфейсов и адресов на машине, у меня были настроены специальные, хитрые полиси-маршруты, после того, как родительский интерфейс положили и подняли, все эти маршруты слетели, и машины стали недоступны. Если бы в сети тогда было два DHCP сервера или больше, ну как-то они были зарезервированы, этой ситуации бы не было. Но как бы это и моя ошибка, то, что я не подумал, как бы я посчитал, что ну а что, есть, есть, есть пить не просит. А оказалось, что есть пить, то он на самом деле просит и зависит от DHCP сервера, который не был объявлен как надежный сервис, он вообще нужен был только для, использовался только на этапе заливки сервера, то есть как бы продакшн сервера от него зависеть не должны были. Ну если ты их настроишь так, что они будут давать один и тот же IP-шни? Можно разные пулы, то есть в зависимости от того, какую сдачу ты хочешь решать. Можно поделить один большой пул между ними, там как в документации рекомендуется 30 на 70, можно сделать, что у них пул будет один общий в LDAP-е храниться, то есть вариантов более чем, более чем много. Да. И на такие грабли люди постоянно наступают. У нас, пока я работал в Мэйле, периодически возникало такое, что из какой-нибудь виртуальной среды каким-нибудь волшебным образом появлялся в общем бродкаст-домене еще один DHCP-сервер нелегитимный, и клиенты получали какие-то вообще странные адреса, и, соответственно, приходили в отдел инфраструктуры и говорили, а что это у вас наливатор не работает? Ну-ка, давайте, чините. А потом выяснялось, что как бы, собственно, мы-то тут и ни при чем. Вот. Поэтому с DHCP-серверами в продакшн-сетях надо быть очень аккуратным и 10 раз подумать перед тем, как что-то сделать. А то, что можно сетевым оборудованием зафильтровать, если оно позволяет, зафильтровать DHCP-трафик. DHCP работает по протоколу UDP по 67-му по моему порту. Подсмотреть это дело можно в файлике etc-сервисes. Итак, значит, возвращаемся. Конфигурация бывает двух типов. Динамическая и статическая. Дальше. Вопрос был в следующем. Получается, что мы можем при статической конфигурации назначить, в принципе, любой адрес из любого класса, из любой сети. Да, можем. Но чтобы у нас работала сеть, а мы сейчас говорим, что нам нужно сделать для того, чтобы у нас работала сеть, нам надо корректные настройки IP на интерфейсе. А корректные это значит, что они должны соответствовать настройкам IP других серверов в этой же сети. Как минимум, настройкам IP маршрутизатора, через которые мы собираемся получать доступ в интернет. Но и здесь мы можем как бы напортачить. Если мы взяли от балды адрес из этой сети, но мы знаем сеть, какая есть, мы можем взять и занять чей-то еще IP-адрес. В итоге будет нарушена работа сети и на той машине, чей адрес мы увели, и у нас. Вполне возможно, что в целом сети может быть нарушено функционирование. Поэтому вручную назначать адреса надо только будучи на 100% уверенным, что тот адрес, который мы собираемся назначить, свободен. В данном случае, когда я это делал, я был на 100% уверен, потому что этот адрес DHCP-сервером выдан моей машине. Поэтому я совершенно спокойно его назначил ручками. Я ответил на вопрос. Ну, а вообще, как бы, да, мы можем конфигурировать любые адреса из любых классов, но, опять же, это может привести к совершенно нежелательным последствиям. Я точно не уверен в подлинности этой истории, но пока я работал в мейле, нам выдали блок адресов, который нельзя было вообще, ну, нельзя было использовать везде. Во всяком случае, для игровых сервисов его использовать было нельзя. Аргументировалось это тем, что одна из компаний, когда делала VPN для своей игры, использовала этот блок адресов. Адреса белые, соответственно, публичный интернет были, и были использованы неправомерно. Но игра большая, как бы, где-то внутри у себя они их использовали, наружу эти адреса никак не анонсировались, просто использовались внутри игровой сети. И клиенты, у которых была установлена эта игра, не могли получить доступ к тем адресам, которые были легитимны, из этого диапазона настроены. Поэтому самостоятельно брать и настраивать у себя абы какие адреса белые нельзя, потому что это может, это могут быть те грабли, на которые вы же потом и наступите. Причем очень больно, когда у вас там уже большая сеть сконфигурирована на этом якобы никем не используемом блоке, который где-нибудь в Африке аллоцирован, а потом выясняется, что он аллоцирован не в Африке, а в России, и как бы получается, что вы куском интернета пользоваться не можете, потому что у вас пересекается диапазон адресов. Так делать нельзя, в общем. Вот. Продолжаем наш разговор. Возвращаемся к сети и слоям. Есть две популярные модели, которые описывают сеть. Это модель оси, в которой есть семь уровней, но достаточно заморочно. Выше четвертого уровня все достаточно заморочно. Поэтому как бы есть более простая модель, называется TCP-IP или Department of Defense модель. В ней всего четыре уровня. Уровень доступа к сети, который включает два нижних уровня модели оси. Сетевой уровень, это уровень взаимодействия между сетями, транспортный уровень, который соответствует тому же уровню, транспортному же уровню в модели оси, и верхние три уровня склеены в один уровень приложений. В принципе, это достаточно исчерпывающе описывает модель работы TCP-IP сетей, но как бы полезно знать и ту, и другую модель. Почему полезно? Потому что я даже не знаю, как у тех же Олиферов есть, по-моему, у них есть описание, как правильно воспринимать эту модель. Допустим, физический уровень это когда человек пытается с кем-то поговорить по телефону, физическое соединение это телефонный провод. Канальный уровень это гудок в линии. Сетевой уровень это вот как раз сетевой и выше на самом деле. Это его общение, там в принципе разбирается все вплоть до того, что он взял трубку. Это где-то там в прикладном уровне. Взял трубку, набрал номер и так далее. Все это смаршетизировалось, все вот так вот описывается. Нам же важно знать, что у нас под протоколом IP существует физическая сеть передачи данных, которая описывается как минимум двумя уровнями, это канальным. Чаще всего это для нас Ethernet, но и редко это бывает что-то другое, но бывают point-to-point линки, всякие туннели и так далее, которые приносят свои нюансы. Например, через тоннели, которые проложены поверх Ethernet-сетей, можно пропихнуть меньше объем данных, чем через Ethernet-сети. То есть МТУ, максимум трансфер юнит, там меньше. С физикой, ну с физикой там на самом деле сейчас я не знаю, как это может быть полезно, но есть в свое время как бы на собеседованиях на системного администратора как бы один из вопросов был, а чем отличается Switch от Hub? Ну очень очень правильно звучащий ответ. Hub работает Hub концентратор, он работает на физическом уровне. У него мозгов никаких нету. Он просто получает в один порт и ретранслирует все в другие. А Switch работает уровнем выше. Сейчас Hub я не знаю, остались, не остались. Да, есть. Так вот. Hub сейчас мало, а коммутатор растет? Ну да, скорости растут, частота растет, соответственно. Да. В общем, во времена, когда был 10-мегабитный Ethernet и 100-мегабитный Ethernet верхом совершенства, тогда Hub были достаточно популярны. Потом стали заменяться свечами, свечи работают на втором уровне и содержат своеобразную таблицу маршрутизации Forwarding Database, который содержит информацию об адресах канального уровня. Вот Link Layer Control MAC. MAC-адреса. MAC-адреса — это идентификаторы сетевых устройств в сети. Ну, чтобы передать, для чего нам нужно сеть? Для того, чтобы передавать данные. Если мы просто возьмем провод и начнем там передавать, говорить 0,1, 0,1, на другом конце кто-то будет сидеть и 0,1, 0,1 записывать, как бы данные, конечно, будут передаваться в цифровом виде. Марзианкой тоже можно передавать, но это неэффективно передавать данные марзианкой. Стандарты физического и канального уровня описывают то, как данные кодируются и как они должны передаваться, чтобы достигнуть наибольшей пропускной способности, которую нам позволяет та или иная физическая среда. Сетевой уровень, он же уже позволяет взаимодействовать между сетями. Так, я что-то отвлекся на самом деле от MAC-адресов. Нам важно знать, что под нашим сетевым уровнем есть канальный уровень, на котором есть MAC-адреса. И запутался я. Итак, под нашим сетевым уровнем есть канальный уровень, где тоже есть свои адресации, чтобы а, я, собственно, про что начал говорить про передачу данных, что чтобы доставить данные не просто так, а из точки А в точку Б, нужно знать адреса. На каждом уровне, начиная со второго, эти адреса свои. То есть канальный уровень использует MAC-адреса в качестве адресов, сетевой уровень использует, ну, в нашем случае IP-адреса, транспортный уровень добавляет туда еще и порты, чтобы конечную точку чуть-чуть обозначить. Прикладной уровень, например, протокол HTTP добавляет в заголовок поле хост, который позволяет нам еще точнее сказать, к чему мы обращаемся. К какому, ну, в случае протокола HTTP, это к какому сайту мы обращаемся. Значит, какие у нас бывают адреса на третьем уровне? Чаще всего нам приходится работать, когда мы работаем с Linux, нам чаще всего приходится конфигурировать, как-то работать, взаимодействовать с третьим, четвертым уровнем. Это сетевой и транспортный уровень. На самом деле третий и выше, но у нас здесь это получается в модели TCP, IP это сетевой уровень, транспортный уровень приложений. Начнем с адресов сетевого уровня. Значит, мы говорим чаще всего о сетях TCP и IP и адресом там является IP-адрес. IP-адрес чаще всего, ну, собственно, не чаще всего, обычно он представляется четырьмя числами, разделенными точками. Но как бы если спрашивают в резюме из каких частей состоит IP-адрес, ой, на собеседовании из каких частей состоит IP-адрес, это будет неправильный ответ. Даже несмотря какой версии, независимо от версии. IP-адрес всегда состоит из двух частей, адреса сети и адреса хоста, то есть улицы и дома. А маска под сети нужна для того, чтобы из IP-адреса вычленить адрес улицы, адрес сети и, ну, отделить адрес сети от адреса хоста. У меня на следующем слайде будет показано, как это работает. Итак, обычное представление IP-адресов это четыре числа разделенных точками. Хранить в таком виде, ну, как бы, если вам нужен только для того, чтобы читать, допустим, влогах, вам нужно только, по большому счету, только для того, чтобы читать IP-адреса. Он так занимает и больше места, но при этом достаточно удобно читается и воспринимается. Обычно он хранится как четыре байта, ну, представляется, например, четырехбайтовым целым. Адрес 127.001 вот такое вот чудесное число. Это где-то половина от четырех, там, миллиардов. или сколько в два, два в 32-й, я точно числа не помню, но вот получается половина от этого. Потому что 127.001 это первый адрес второй половины адресного пространства или около половины. В виде четырех байт IP-адрес хранится и в пакетах, иногда в базах данных хранится. В таком представлении по нему очень, ну, по IP-адресам очень удобно искать, их удобно, с ними удобно работать в программах, потому что четыре числа там надо сначала куда-то преобразовывать или как-то там делить их и так далее. А когда у нас адрес представлен целым числом, нам удобно, допустим, проверить его, если мы знаем диапазон, который описан таким вот образом, то мы можем найти адрес начала, адрес конца, преобразовать все это в числа и посмотреть, попадает ли у нас в этот диапазон наш IP-адрес. Это будет гораздо быстрее, чем сидеть, там, отрезать, допустим, там общую часть и смотреть по последней части, попадает или не попадает. В общем, это будет быстрее, чем строковые сравнения или строковый поиск или поиск там регэкспами, неважно. Помимо того, что IP-адрес конечный записывается как четыре числа разделенных точками в конфиге, но это удобно. Он бывает записывается в формате CIDR, CIDR, Classless Inter-Domain Routing. Аббревиатура расшифровывается как Classless Inter-Domain Routing, бесклассовая маршрутизация. Но на самом деле нам важно отсюда знать, что этот формат называется CIDR, а за IP-адресом здесь через дробь следует число, которое означает количество бит адреса, длину маски, вот, длина маски под сети в битах. слева. Я все время путаюсь, на самом деле, там есть Network Order, Little Indian, Big Indian, на самом деле путаюсь. В битах я честно путаюсь. На самом деле вот эти все три записи это одно и то же. Это означает, что адрес 1, 2, 3, 4 из сети 1, 2, 3, 0 дробь 24. То есть длиной 255, ну, сеть длиной 255 адресов. Первый служебный, последний broadcast. А это называется wildcard, используйте, ну, я встречал это только в маршрутизаторах Cisco. Да, достаточно редко, но такое бывает. В общем, маска нам нужна для того, чтобы в IP-адресе отделить адрес сети от адреса хоста. Потому что вот этот адрес может принадлежать сети слэш 24, то есть 255 адресов, может слэш 25, 128 адресов и так далее. То есть чтобы знать, где сеть начинается, где сеть заканчивается. Для того, чтобы нам проще было с этим работать, у нас в многих дистрибутивах есть утилита IP-Calc. Отлично, она ставится отдельно. в некоторых дистрибутивах выглядит по-разному. Но суть у нее одна и та же. Здесь ключик минус N я сделал, чтобы оно не подсвечивало ничего, потому что подсветка не соответствовала с белым фоном, не коррелировала. То есть там она бледная была. Вы бы сейчас здесь половину всего не видели. Здесь я посчитал, вывел информацию для адреса 127.001. Она мне говорит, что 127.001. Выглядит он в двоичном виде вот так вот. И видно, что в данном случае маска дробь 24, 24 бита. И получается, что вот 24 бита, 3 по 8 слева обозначает адрес сети. То есть адрес сети получается 127.001. Ой, 127.001. Да, ноль. А последний октет, четвертый, отвечает за адрес хоста. 2 в 8, это 256, ну, 250, да, 2 в 8, 256, если считать с 0, 255. В общем, сети с длиной маски 24 бита у нас может быть 255 адресов. Wildcard для этого, соответственно, обратной маски. то есть 000255. Сеть, которая описывает, в которую попадает этот адрес, это 127.000.0.24. Дробь 24, я уже говорил, это длина маски. Первый адрес, который можно использовать из этой сети, это точка 1, последний 254. Broadcast адрес 255. Адреса, на самом деле, бывают глобально двух типов, белые и серые. Белые — это те, которые публичный интернет, а серые — это те, которые можно использовать где-то в частных сетях. Например, там широко известные диапазоны частных адресов это 192.168.0.0.16 или 10.0.0.0.8, 172.16.0.0.0.12. То есть их там еще несколько есть. 127.0.0.0.0.8, то есть все адреса, начинающиеся со 127, это адреса лоббек-адаптера. То есть они конфигурируются только там, и, как мы видели из экспериментов с лоббеком, если на лоббек-адаптере сконфигурирована какая-то сеть, то будет пинговаться любой адрес из этой сети. Дальше компьютера это гарантированно не уйдет. Ну, то есть глобально адреса бывают серые и белые, бывают Unicast-адреса, но это большинство адресов. Бывают Broadcast-адреса, это, ну, чаще всего это последний адрес сети, ну, на самом деле, это не чаще всего, это всегда последний адрес сети. При путешествии пакета, ну, данных с третьего уровня на второй, Broadcast-адрес, как бы система видит, что нужно сформировать Broadcast-фрейм, и в качестве destination-адреса, destination-адреса в Ethernet-фрейме она будет указывать, ну, все F, FF заполненные, что проинструктирует сетевое оборудование, что этот пакет нужно, этот фрейм нужно разослать по всем портам. Да, все порты его, ну, как бы, дело свеча, плюнуть пакет в этот, в порт, а дальше уже с той стороны его приняли, не приняли, это вопрос десятый. В общем, Broadcast подсказывает, использование Broadcast-адреса в качестве destination-адреса подсказывает системе, что нужно формировать широковещательный фрейм. Широковещательный фрейм, соответственно, тоже с Broadcast, с Broadcast-адресом уже в качестве destination-а подсказывает сетевому оборудованию, что этот фрейм нужно распространить по всем портам. И когда я говорил про то, что DHCP работает, ну, начинает свое общение с сервером, DHCP-клиент начинает общение с сервером Broadcast-ом, то в том случае у него просто не сконфигурирован никакой адрес, и он использует самый большой адрес, который ему доступен во всей сети, то есть 255, 255, 255. Он как бы его, на него посылает, соответственно, система формирует Broadcast-фрейм, и таким, распространяясь через все порты, он доходит до DHCP-сервера, который уже отвечает на конкретный Mac, что, ну, он знает, с какого Mac-а пришел запрос, соответственно, отвечает на тот, на тот Mac, что вот, есть такие-то настройки. Да, DHCP — это IP-протокол. Просто он использует Broadcast, широковещательная передача данных. Есть также группа адресов, которая используется для, я не помню, как это правильно переводится на русский, но Multicast передачи данных. Это когда, ну, многоадресная передача данных, да, многоадресная передача данных, но это не как, когда входящие данные в один порт транслируются не на все порты, а только на те, которые подписаны на определенную Multicast группу. Ну, таким образом IPTV работает. Там клиент регистрируется, говорит, что я хочу получать вот эту Multicast группу с таким-то каналом и, соответственно, получает данные только этого, а не всех каналов. Какие у нас протоколы используются? Ну, на втором уровне у нас чаще всего используются Ethernet, соответственно, Ethernet-фреймы, в которые упаковываются IP-пакеты. IP — это название, ну, как бы протокол, семейство протоколов у нас называется TCP-IP, но помимо… IP — это интернет-ворк протокол, это транспортный протокол, атрибутами которого являются IP-адрес источника, IP-адрес назначения и протокол. И семейство IP-протоколов, просто TCP из них самый, пожалуй, популярный. Поверх TCP, атрибутами которого и у TCP, и у EDP атрибутами являются SRC-порт, DST-порт, поверх TCP работает большинство современных интернет-протоколов, самая популярная из которых это HTTP, SMTP. В определенных ситуациях через TCP работает и DNS. Вторым по популярности протоколом является UDP, поверх которого работает, например, DNS, например, NTP. NTP — это Network Time протокол, протокол, который позволяет синхронизировать время. Мы на прошлом занятии, и мы, соответственно, смотрели, как работает NTP-клиент и NTP-дейт. И третий, он не то, что по популярности, это очень важный протокол, но очень опасный протокол — это ICMP. Интернет-контролл-месседж-протокол. Это служебный протокол, который предназначен для передачи какой-то информации, допустим, что я не смог добавить, ну, кто-то не… пакет не смог быть доставлен, или там порт зафильтрован. Могут быть еще всякие разные дополнительные сообщения. Ключевая разница между протоколами TCP и UDP — это то, что TCP гарантирует доставку, то есть у него есть стройный механизм подтверждения доставки, а UDP не гарантирует доставку. Каждому свое. Для каких-то… в каких-то случаях нам важно гарантировать доставку, а в каких-то случаях нам… мы можем себе позволить потерять какую-то часть данных. Например, в IP-телефонии мы можем себе спокойно потерять кусочек данных 32 байта, и при этом будет какой-то пробел в голосе. Но если у нас начнутся задержки, то есть мы будем дожидаться подтверждения того, что удаленная сторона получила наши 32 байта, то, во-первых, у нас будет очень большой объем оверхеда, а во-вторых, у нас будут очень большие искажения голоса, потому что следующий пакет будет посылаться только тогда, когда пришло подтверждение о предыдущем. Примерно понятно? А в чем опасность ACMP? В том, что, во-первых, ACMP используется для диагностики сети. То есть самое банальное, то, что приходит в голову, это пинги. Пинг — это два запроса. Один, посылаемый клиентом, это эхо-реквест, то есть запрос на эхо. А второй — это эхо-реплай, ответное, соответственно, эхо. В принципе, внутри пингов, внутри ACMP протокола можно передавать данные, есть специальные утилиты, которые позволяют строить ACMP туннели. Но как бы это не основное его назначение. Основное назначение — его назначение — это диагностика. Например, как работает утилита TraceRoad. TraceRoad — это помимо пинга вторая, как бы, наверное, по популярности утилита, которая позволяет диагностировать сеть. Она позволяет посмотреть, по какому же маршруту у нас шел пакет. И тут я предлагаю, на самом деле, посмотреть все это вживую, как работает. Так, у меня большая просьба, сейчас дайте мне самосто… ну, как бы, не делайте параллельно. Ну, TCP dump можно запустить, а пингов, трaceRoad, пожалуйста, не делайте. Так, TCP dump минусы на ETH1. Нас интересует трафик на ETH1. Чтобы нам ничего не мешалось, мы уберем трафик, относящийся к порту 22, это протокол SSH. А вот те самые гигабайты трафика, которые набежали. Ну, давайте, я даже не знаю, что это такое, но это что-то на порту endport 0, node 20, 68. Ну, видимо, кто-то в этой сети что-то мультикастом передает, потому что это диапазон мультикаст адресов. Да что ж такое-то? 37. Сейчас мы напишем фильтр, который нам позволит отфильтровать лишний трафик and node ARP. На стыке второго и третьего уровней связывая для связи MAC-адресов с IP-адресами существует такая прослойка называется ARP. Адрес Resolution Протокол, который работает на стыке второго и третьего уровней. он позволяет сопоставлять MAC-адресов. Ну это как DNS для MAC-адресов. Он позволяет IP-адреса сопоставлять с MAC-адресами. Значит, давайте, да что ж такое? And proto протокол ICMP или UDP меня интересует. Наверное, стоило все это в кавычки взять. Прямо кошмар какой-то. 35-55. Word 35-55. Нет. 53-55. 53-55. Чтобы было понятно, что я делаю, я сейчас запустил, запускаю утилиту TCP-Dump на интерфейсе ETH1 и говорю, что меня интересует трафик, который не относится к портам 22, 2068, 2067, 137 или 53-55 и относится к протоколам UDP или ICMP. Как мы помним, то, что я подглядывал в файлике ETC protocols, ICMP это первый номер протокола, UDP это 17-й номер протокола. Ну, уже как-то ближе к истине. Сейчас мы еще 546, 547 уберем. И вообще уберем весь трафик. And host node вот так вот. О, вроде тишина более-менее. Итак, давайте попробуем сделать трейс-роуд. трейс-роуд. Здесь на самом деле это утилита МТР. Репорт минус репорт cycles 1. Я говорю, что мне нужно выводить информацию, мне нужно сделать отчет, сделать один проход, дойти до конечного хоста. Ну и пусть это будет VK-ком. А здесь давайте посмотрим, что в это время будет происходить. сейчас попробуем еще раз. На этот раз скажем еще, что здесь не надо разрешать. минус n там адрес. Да. Вот здесь мы увидели попытки достучаться до вот этого адреса. Давайте, чтобы было нагляднее, пожалуй, хост, во-первых, развернем окошко, хост VK-ком. Возьмем конкретный адрес, чтобы tcp-dump минус nai nai eth 1 and host вот так вот. Proto 1 то есть e7p и вот этот хост. И попробуем еще раз. Значит, что же мы видим? Мы видим, что и все равно мы не видим здесь всего, что нам нужно. То есть добавим избыточности выводу. Вот. Давайте посмотрим, что здесь видим. Мы посылаем, наш хост посылает вот этому IP-адресу icmp-пакет. Но у icmp-пакета есть поле такое ttl1. Это значит, что на первом же хосте этот ttl истечет, и в ответ будет послан вот с этого адреса это первый хост, это наш дефолт роутер. Будет послан от icmp-ответ ttl time-excited in-transit. Следующий пакет, который наш хост пошлет в сторону удаленного IP-адреса, будет иметь ttl2. И соответственно первый хост, то есть наш дефолт роутер, этот пакет пройдет, а на втором хосте снова сгенерируется сообщение time-excited in-transit. Итак, до конечного узла, где мы видим, что это девятый получается, или десятый узел, девятый узел, он нам уже отвечает, что вот тебе echo reply, а мы посылаем соответственно echo request. И судим о маршруте, через который проходит наш пакет по возвращающимся control message от маршрутизаторов. Но здесь видно, что на каком-то количестве маршрутизаторов у нас ICMP был зафильтрован. На самом деле маршрутизаторы обрабатывают ICMP в последнюю очередь, поскольку не сам приоритетный трафик. Так что вполне возможно, что не было времени у маршрутизатора ответить на сформировать ответ, либо просто запрещено настройками маршрутизатора. Опасность этого в том, начал-то я с чего? Начал я с того, что ICMP опасный протокол и опасность этого протокола в том, что он может быть использован для атак. Допустим, злоумышленник может сформировать пакеты, прикрываясь вашим IP-адресом на кучу хостов, и эта куча хостов начнет вашему IP-адресу отвечать. А ваш IP-адрес может быть совершенно не готов к такому наплыву пакетов. Например, на этих выходных на одном из проектов случился DDoS. И DDoS этот выглядел так, что на DDoS это Distributed Denial of Service атака, то есть распределенная атака направленная на отказ в обслуживании. И это выглядело так, что в сторону сервера, который обслуживает проект, летело очень много, там сотни тысяч пакетов в секунду ICMP. Там Port Unrichable, TTL Expired Транзит еще что-нибудь. То есть летела куча ICMP трафика, с которым система физически не успевала справляться, поэтому систему на какое-то время потеряли. Потом атака прошла, система снова стала доступной. Но это еще один из примеров, когда генерируется лот-эверидж, когда система не успевает совладать с сетевым трафиком, который к ней пришел, растет лот-эверидж. Лот-эверидж это количество задач не только процессов, но просто задач системы, которые ожидают выполнения. Вот пример TCP-сессии. Для того, чтобы установить TCP-соединение, на самом деле TCP из IP-протоколов это единственный протокол, которому применимо понятие соединения, потому что он это соединение устанавливает и разрывает. Для того, чтобы установить TCP-соединение, хост-а, клиент, посылает серверу син-пакет. Син — это пакет, который говорит, что я хочу установить соединение. В ответ он получает пакет, ну, син-пакет от остальных отличается тем, что у него флаг син взведен. В ответ он получает пакет подтверждения, у которого взведены флаги син и ак, то есть подтверждение получения SINAC. Дальше клиент подтверждает получение SINAC и соединение считается установленным. И рвется это все обменами, пакетами FIN и RST с соответствующим подтверждением. На самом деле, я тут какое-то время назад начал разбираться в производительности сети и обнаружил, ну, для себя обнаружил, что CIPIT на самом деле достаточно такой устаревший протокол без современных расширений в один поток через достаточно широкий канал, но с очень большой задержкой RTT. Данные можно передавать с не очень большой скоростью. Ну, то есть нельзя в один поток утилизировать весь канал, потому что на каждый посланный пакет надо дождаться подтверждения, что он послан. Чтобы не на каждый пакет дожидаться подтверждения, сделали такую опцию, как TCP Windows. Количество пакетов или данных, которые могут находиться, грубо говоря, в воздухе, лететь, как стрелы раньше. Хороший лучник держал в воздухе 7 стрел, так и здесь. хорошо настроенный, хорошо разогнанный TCP сессия держит несколько мегабайт данных в воздухе. То есть не получив еще на них ответа, ну, подтверждения, что они получились, она шлет, шлет, шлет. То есть получила очередное подтверждение, заслала очередную порцию. Но какое-то количество данных держится в воздухе, за счет этого достигается какая-то скорость. Но все равно эта скорость ограничена, ограничена, но она может быть высчитана, исходя из размеров этого окна и RTT канала. Это называется bandwidth delay product. Может быть использован для подсчета пропускной, ну, максимальной пропускной, ну, максимальной скорости, которую можно получить, используя TCP на канале. Ну, про это вы можете почитать в интернете, там есть калькуляторы и так далее. Не самая необходимая информация, просто как бы о несовершенстве мира. Вот пример более высокоуровневой сессии. Это пример сессии в протоколах HTTP. Протоколы HTTP и SNTP, они характерны тем, что это текстовые протоколы. То есть в принципе для того, чтобы пообщаться с HTTP, ну, с веб-сервером не обязательно быть какой-то там очень умной программой. Вот, пожалуйста, пример. Я общаюсь здесь с сервером Mail.ru с помощью команды Tillnet. Tillnet позволяет открывать TCP-соединение на удаленный сервер, в данном случае Mail.ru, определенный порт и, соответственно, как-то общаться. Раньше через Tillnet можно было получать удаленный доступ к системе. Я, по-моему, рассказывал, что, а, нет, я рассказывал, что у меня меня подломили с помощью SSH первой версии, но перед этим мне как бы сказали, что от АТАТ держать Tillnet открытым, потому что там открытые пароли и вообще все могут подломить. Не надо так делать. В общем, тогда я Tillnet отказался, но уже тогда на самом деле такой способ доступа к удаленной системе был устаревшим. В общем, здесь пример HTTP-сессии. это та сессия, которую использует браузер, общаясь с веб-сервером. Простой запрос. Дай мне, пожалуйста, содержимое корневого локейшена, используя протокол HTTP 1.1. Ну, как бы формат вот этого общения описывается стандартами. В частности, я не помню стандарта, который описывает, номера стандарта, который описывает протокол HTTP, но помню, что протокол HTTP версии 1.1 от версии 1.0 отличается наличием вот этого заголовка, который используется для того, чтобы показать, к какому конкретному серверу мы обращаемся. В данном случае на этом адресе может быть больше серверов, чем один только mail.ru. Поэтому я говорю, что мне нужно корневой локейшен от сервера mail.ru, указывая под заголовок host. И получаю в ответ тоже вполне себе текстовый ответ, что окей, но тебе надо за ним сходить в другую, ну 302 означает редирект, то есть, что надо сходить в другой локейшен. То есть, да, такой локейшен есть, но как бы тебе нужно в другое место сходить за ним. Сервер, который мне ответил, это Nginx версия 1.4.4, там дата, содержимое ответа, которое мне пришло, потому что мне пришел текст HTML, соответственно, в ответе мне пришел кусочек HTML, в котором написано, что редирект, а куда редирект мне пришло в заголовках, в заголовках, то есть и запрос, и ответ состоят из двух частей, заголовки и тело, то есть в данном случае тело пустое, а заголовки это то, что идет после запроса. А локейшн, куда мне надо сходить, это HTTPS Mail.ru. HTTPS это шифрованный HTTP протокол, то есть поверх SSL-соединения. Про SSL-соединение мы, пожалуй, будем говорить, когда будем настраивать Apache или Nginx. В данном случае я это показываю для того, чтобы показать пример протокола прикладного уровня, то есть уровня приложения. HTTP это уже протокол уровня приложений. То есть на третьем уровне у нас работает IP, который обеспечивает транспорт для TCP. А на четвертом уровне у нас работает TCP, который обеспечивает транспорт для HTTP. А уже внутри HTTP всякие там другие вещи типа там REST, нет, не REST, в общем всякие другие более высокоуровневые вещи. Яйцо в утке, утка в сундуке и так далее. Другой пример протокола это SMTP, протокол передачи почты, он тоже вполне себе текстовый. Я соединяюсь с сервером EMX к Mail.ru, говорю, что я такой-то, он говорит, да, я такой-то, но у меня максимальный размер сообщений 72 мегабайта, я поддерживаю 8-битные сообщения и дальше прямым текстом говорю, что я хочу послать сообщение от такого-то адреса, он говорит, да, давай посылай. Диалоговый протокол такому-то адресу. Просто у меня домен молчанов по ПРУ хостится на ПДД бис-мейл.ру, почта для доменов Mail.ru. Говорит, окей, посылай. Я говорю, ну все, дальше идет дата, дальше указываю в заголовке письма, что от кого, кому, тема, пустое тело письма и одна точка в строке означает конец письма. А он мне говорит, что не, не буду я у тебя принимать ничего, потому что походу это спам. иди, говорит, туда, посмотри, почитай и попробуй еще раз потом. Дальше он мне на enter сругнулся, что неизвестная команда и понял слово quit, что надо закрыть сессию. И, собственно, закрыл сессию. Вот, то есть протоколы, которые растут ногами из далеких там 70-х, 80-х годов, они все, практически все текстовые, ну, скажем так, они все диалоговые. И вообще раньше общение с Unix оно тоже походило на диалог, то есть сделай то-то, там, make кто-то, чтобы собрать что-то, хуй май, кто я есть, там еще, ну, убей процесс. есть, есть, есть даже шутка в интернете, ее содержание не помню, сейчас искать не буду, но, как бы, она как раз про то, что, как пользователь общался с системой, что, типа, там, а кто я, а дай мне, там, права бога, он говорит, не, неизвестно, там, ну, то есть, с системой как-то более-менее диалогово общался, здесь тоже получается, что диалоговое общение между двумя серверами, нашим локальным, между двумя машинами, локальный и удаленный, и каждая вот эта вот реализация диалога, она приносит, привносит какие-то свои накладные расходы, оверхеды, для того, чтобы, ну, здесь у меня всякие циферки указаны, каждый уровень добавляет свой оверхед, допустим, в протоколе хттп, минимум, что нам нужно сказать, это get slash http, это примерно 14 байт, ну, здесь я совсем примерно посчитал, потому что там, на самом деле, еще и переводы строк, потом протокол TCP добавляет еще от 20 до 26 байт своих оверхедов, протокол IP добавляет еще оверхедов и еще 20 байт, еще от 22 до 26 байт добавляется на втором уровне, получается, что, чтобы передать 100 байт данных, нам нужно 14 плюс 20, 24, плюс 20, 44, плюс пусть 26, 60, 70 байт накладных расходов на просто 100 байт передаваемых данных в одном пакете, поэтому, как бы, пакеты имеет смысл забивать под завязочку, чтобы были меньше накладные расходы, и именно из-за этих накладных расходов у нас не получится передать через 100-мегабитный линк по IP все там 12,5 мегабайт, потому что у нас 100 мегабит — это битовая скорость, это сколько бит, ну, отдельных квантов в секунду может передать канал. Дальше начинаются накладные расходы физического уровня, то есть начало приема передачи, где-то отмаркировать канального уровня, это MAC-адреса, какие-то метки пакетов, сетевого уровня — это IP-адреса, транспортного уровня — к IP-адресам добавляется, допустим, TCP-опция еще и IP, SRC, DST-порт, сеансового уровня, ну, на самом деле, прикладного уровня — это вот обертки, которые HTTP. Там, на самом деле, на HTTP нельзя сказать, что какая-то константная какой-то константный overhead будет, потому что там MyManCoded картинка вырастает примерно на 30% в объеме после того, как ее перевели в текстовый вид, пригодный для передачи. Предлагаю сегодня на этом деле закончить и продолжить в следующий раз, потому что все уже устали. Спасибо. Продолжение следует...